Добрый день, Павел Иванович. Наверное, три таких блока вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами. Первый, когда-то, да не первый раз, наверное, встает вопрос о контроле прокурорского надзора за ситуацией в вооруженных силах, за соблюдением законов и так далее. На каком уровне мы сегодня находимся, предложений масса поступает, в том числе и создание какой-то системы военных прокуроров. Я говорю, какой-то системы, потому что речь не идет о возврате к той советской практике, но какие-то элементы должны быть. Знаю, что точка зрения много, вы, наверное, тоже знаете. Я хотел бы знать вашу позицию, чем она обоснована, я ее знаю, но чем вы мотивируете эту позицию, то, что нам надо усиливать контроль за соблюдением законодательства среди военных, это факт. Я уже об этом говорил, что прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время, поэтому армия есть армия. А надо видеть, нас же погоны носят, начиная от МЧС, МВД, Комитет госбезопасности и так далее. Везде глаз прокурора должен быть. Поэтому вот в комплексе, если посмотреть на этот вопрос. Второй вопрос о геноциде. Выкристаллизовывается ряд предложений по более серьезному, не просто рассмотрению нашим обществом фактов геноцида, великую отечественную войну белорусского народа, но и особенно среди молодежи пропаганде этого вопроса, чтобы молодежь знала, что было, для чего, для того, чтобы такого больше не произошло. Поэтому вот вопрос геноцида, на каком уровне находитесь, как ведете эту работу, что дальше. И третий вопрос, он существенный тоже, вопрос поручений генеральному прокурору по поводу важных вопросов в экономике. Ну, допустим, сельское хозяйство, это падеж скота, в том числе и выплата заработной платы, вы всегда смотрите на этот вопрос, сохранность и так далее, и так далее. Если говорить про сельское хозяйство, коррупционное проявление, это характерно прежде всего для системы промышленности. Как дела в этой области по Гомельщине? Много было претензий в свое время. Как новый губернатор справляется с этими вопросами? Вот ответит блок вопросов. Пожалуйста. Разрешите, значит, доклад с краткого анализа криминогенной обстановки в стране. Кратко. У меня справка аналитическая есть по этому вопросу, поэтому я в теме. В целом она характеризуется положительно. На тысячу преступлений меньше зарегистрировано, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это сколько процентов примерно? На 3 процента меньше. Где-то 2,7 процента меньше. Меньше грабежей, разбоев. У нас сейчас самый низкий уровень преступности за последние 5 лет. На 12 процентов меньше совершено преступление насильственного характера против личности. Это тяжкие телесные повреждения, убийства и так далее. Значительно меньше пострадало людей от преступлений. В целом ситуация стабильная. Продолжение следует...